Привет, друзья! Что такое волна? Приволна очень простой и самый совершенный. Это методика по ключу. Я её разрабатывал очень много лет и, наконец, вышел на это. Это, по существу, поиск пустоты в голове. Ловцы пустоты – это ловцы свободы. Причём путь к этой свободе внутренней, к этому нулевому состоянию или нейтральному состоянию, который называется и дзен, и состояние нирваны, и состояние у суфистских мистиков фана, слияния с Богом. Это состояние полного согласования духовного и физического процессов, когда духовные и материальные процессы в гармонии. И тогда тебя как бы нет. Нет твоего «я», и ты в гармонии с природой. И всё в тебе протекает по законам природы, и всё восстанавливается. Работает внутренняя аптека. Вместо адреналина включаются эндорфины, базовые части, ощущение свободы, радости, удовольствия. И всё зависит от того, какое было исходное состояние. Поэтому эту пустоту люди просто обычно не понимали, как её найти. Она всегда у них присутствует. Время от времени спонтанно возникает. Но не замечали почему. Потому что люди отмечают то, где больше затрачивается энергии. А в этой пустоте энергия как раз таки не затрачивается. А наоборот, идёт её восстановление. Восстановление организма в этом состоянии. И психическая релаксация называется в Европе. И разными другими названиями. Великое ничто. Вот это созерцание. Эмоциональная дистанцированность. Отрешённость. Часто возникает у человека. Но вот приём волна. Это садитесь ровно. Свободно. Отпускайте себя в том направлении, где вам легче всего вот так вот слегка покачиваться по критерию максимальных комфортных действий. Ищите, как вам приятнее делать автоколебание такое. Когда вы думаете, о чём вам думается, и в это время как бы тело автоматически покачивается. Волна, как тополёк на ветру, как берёзка, как лилия в воде. Вот так покачиваетесь и думаете о своём. Состояние внутренней свободы постепенно наступает, зависит от дозы. То есть продолжительности времени осуществления этого покачивания. Идёте по зелёной зоне. По критерию минимальных усилий. По критерии максимальной комфортности. Делайте, как вам делается. Думайте, о чём думается. Тут в первой части могут разгрузочные слёзы пойти. Или зевать захочется. Или потягиваться захочется. Или просто так покачиваться. И вот это покачивание такое, оно, когда вы себя отпускаете, оно становится то быстрым таким, то медленным. В зависимости от того, о чём вы думаете. Потому что происходит на этой волне автопристройка ритма покачивания. В зависимости от текущего состояния, от текущего напряжения. Это как мама ребёнка на руках покачивает. Когда он более напряжён, она его чаще покачивает. Когда он спокойнее, она его медленнее покачивает. Она пристраивается ритмом его покачивания. А в данном случае, когда вы отпускаете мысль на самотёк, это включает вот эту обратную связь, как будто вы на руках у мамы. Отпустили себя, и вот так покачиваетесь. И думайте, о чём думается. И не боритесь ни с какими мыслями. Пускай идут, какие идут. Не прогоняйте плохие мысли. Если вы переживаете, переживайте. Отпустите себя на свободу. Переживайте. Вы в этих условиях автоматических покачиваний, в этих условиях абсолютно защищённых. И там поэтому постепенно начинает происходить переход из состояния стресса, из состояния напряжения, в состояние суеты мысли, из состояния этого хаоса в голове, к состоянию безмятежности, покоя, бесконечности, безвремени, бездонности. И на глумение души наступает необыкновенный покой. Такое хорошее состояние. Вдруг вы вспоминаете и замечаете, что вы же так делали сами. Вы не обращали на это внимания. Ещё раз повторюсь, потому что люди обращают внимание на то, где они больше затрачивают энергию, где они больше напряжены. Ну, когда болит, например, или дискомфортно. А тут всё хорошо. Тут полная согласованность психических, физиологических процессов. То есть гармония в себе. И здесь идёт восстановление. Это обладает огромным восстановительным и лечебно-профилактическим потенциалом. Поэтому во всех методах мира это нулевое состояние используется, как я сказал, называется по-разному. Отпускайте себя вот так, покачивайте. И делайте, и делайте, и делайте, и переживайте, о чём вам переживается. Пропускайте мимо себя. Называется у нас в методе ключ выпустить пар. И после этого всё становится на свои места. Мысли приходят из хаоса в порядок. Появляется приятное состояние бездумья. Когда вы ещё о чём-то думаете, но мысли и эмоции не сопровождаются. Это как две половины мозга как бы функционально разъединились. И такое состояние безмятежности, безвремени, бесконечности, защищённости, уверенности, естественности. Естественное, нормальное состояние. И поэтому, когда люди занимаются различными методами самосовершенствования, пытаются найти это состояние дау, или путь к нему, или наоборот, там я забыл, вот. Ну, они ищут чего-то, при этом мобилизуются, чего-то ждут необычного. А там как раз-таки ничего необычного, особенного нету. Там полная естественность. Так бывает, когда вы иногда музыку слушаете или после сильной нагрузки задумались, сидя, глядя в невидимую точку. Это приятное состояние, и там происходит восстановление. Итак, вот эта волна. Значит, критерии покачивания по максимальной комфортной зоне. Зелёная зона называется. То есть, идёт подбор путём перебора действий по критерию максимального соответствия вам. А ваше соответствие с действиями – это синхронизация. она как раз-таки максимально для вас доступная, простая и приятная. То есть, если вы делаете что-то с поиском максимальной комфортности, вы приходите к свободе. у вас может и сонливость появится, и другие ощущения. Всё, всё, пускай будет, ничему не мешайте. До встречи, друзья. И потом делайте то, что вам после этого хочется. Хочется спать – идите спать. Хочется дрова колоть – идите дрова колоть. Только не путайте одно с другим. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok